Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Надежда Пархунова. С российского рынка в недавнее время очень много марок модных, марок одежды, марок обуви ушли. Что же нам остается делать? Нам остается возрождать и поднимать свое собственное производство. И сегодня об этом мы поговорим с основательницей швейного производства Светланы Иост. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вот не зря я так сказала, что многие марки нас покинули. И я знаю, что опять же многие девушки и модницы переживали. Что же мы будем носить? Как же мы будем ходить? Как же мы будем соответствовать моде? И вы открыли свое швейное производство. Что вы шьете? Расскажите, как вы вообще решились на такой шаг, на такой поступок? Мы шьем женскую одежду. Женскую одежду шьем в городе Свободной Амурской области. Решилась я на это... Ну, шла я к этому вообще больше 20 лет, наверное. Я хотела этого еще со школьных лет. Потом многие годы я работала на телевидении. И, кстати, все мои эфирные костюмы были тоже самошитые. Шила у меня мама, а я придумала. Всегда придумывала. У меня всегда были заметочки с какими-то моделями. Я всегда придумывала, всегда знала уже... То есть, кризис совершенно ни при чем оказался? Или все-таки? Нет, не кризис. У меня роль сыграла не кризис. И, как бы, вот я к этому долго шла. Я бизнес-план разработала первые 14 лет назад в первом декрете. Было все готово, но я сфасовала и вернулась на телевидение и вышла. Было страшно. Ну, было страшно, это нестабильно. Как бы меня ждала стабильная работа. Я вернулась и, как бы, дальше продолжала работать. Год назад, ну, так получилось, что мы сейчас живем в свободном. И год назад в городе запустили акцию, не акцию, а программу для развития и поддержки предпринимательства. Программа «Про город». Компания «Сибур» запустила и амурские газохимические комплексы. Я принимала участие в этой программе. То есть, вы взяли тот свой проект 14-го года, фактически, да, бизнес-проект? Нет, нет, это была идея. Я пришла туда с идеей, и там при поддержке тренеров, опытных преподавателей, мы разработали полностью бизнес-план, мы разработали маркетинговую стратегию. И я вышла на финал. В мае месяце я выиграла этот проект и получила субсидию, грант. Получила грант, ну, начальный грант, который я смогла потратить на закупку тканей. Какая была сумма? Можно это озвучить? Нет. Нет? Хорошо, мы тогда не будем про это говорить. То есть, вы уже совершенно четко знали, чем вы будете заниматься. Вы сказали, вот на покупку тканей. С тканями же тоже проблема возникает, потому что раньше мы пользовались и итальянскими тканями, и зарубежными. Вы где закупаете ткани? У вас вообще такая проблема возникала? Нет. Нет? Проблемы такой у нас нет, но вообще я вам скажу, что у нас очень выгодное географическое положение у нас в Мурской области. И проблемы такой нет. Это связано с чем? Это связано с Китаем? С рядом расположением? Конечно, у нас рядом Китай. Но вообще, когда я начала закупать ткани, тоже, конечно, я хотела покупать какие-то итальянские, европейские ткани. И закупала, и купила их. Потом я вышла на китайских потовщиков, и я думала, что будет выгоднее, будет дешевле. Нет. Будет качественнее. Что удивительнее, будет качественнее. И действительно, мы уже прошли этот этап, качество тканей. Вы так на себя посмотрели. Потому что я костюм прекрасного качества, да, из ткани чудесного качества. Конечно, и мы делаем акцент на качество ткани очень серьезный. Кто у вас придумывает модели? Ведь это же не просто производство, да, нужно придумать какую-то линию, нужно выдерживать определенную стилистику. Может быть, ориентированную на потребителя в городе свободном, поскольку вы там это открыли. Мы не ориентируемся на потребителя в городе свободном, потому что у нас гораздо шире, география наших продаж гораздо шире города свободной. Ну, сейчас, конечно, интернет продажи очень развит, и понятно, что можно у вас заказать. Ну, да, и у нас есть сайт, и через социальные сети мы также продаемся. Кто у нас придумывает? Придумываю я. Нам, опять же, город свободный, это, ну, сегодня реализация крупнейших проектов, да, туда стекаются люди со всей страны. И вот нам повезло, когда мы запустили производство, изначально я закупала лекала у ведущих российских конструкторских бюро. В Москве, Санкт-Петербурге, кстати, есть прекрасное конструкторское бюро в Хабаровске. Я выбирала из их продукции лекала, которые считала нужными, которые считала подходящими под нас, и закупала у них. Вита, у меня вот сразу самый главный вопрос. У вас профессия связана с пошивом? Вы сейчас вот это вот конструкторское бюро, лекала, вы как-то самообразовывались, когда уже начали реализовывать? Или вы как-то прошли обучение? Нет, это все по любви. По любви? Да. Так, вот это да, ничего себе. Да, это все по любви, это все я просто изучала, мне просто интересно, мне просто это нравится. А работа у вас еще есть? Да, у меня есть основная работа. А это хобби? Да, это такое хобби. Давайте пожелаем всем несмелым девушкам, которые нас смотрят. И вы же сказали, что долго, да, у вас эта идея 20 лет вызревала, девушке не нужно, боятся женщины, давайте. Те, кто когда-то занимался шитьем, можно поднимать производство. А кстати говоря, с чем вы столкнулись? Какие были неожиданные подводные камни, трудности? Понятно, что когда разрабатывается бизнес-проект, мы все стараемся спрогнозировать. А вот такие проблемы, которые выскочили, совершенно неожиданно для вас? Ну вообще, скажем, самая главная проблема была изначально, это проблема кадров, да? Самое главное, купить машинки, это не проблема. Закупить ткани, лекала подобрать, это все просто... Были бы средства только, да? Это все вопрос денег, да. Но самое главное люди, и вот именно людей я подбирала много месяцев. Я тестировала, отдавала сначала на пошив надомницам, потом этих надомниц уже выбирала лучших и забирала. Но это что говорить про швей? Опять же, я вернусь к тому, что идет реализация крупнейших проектов, стыкаются люди со всей страны. И вот к нам приехала девушка, конструктор, которая работала на московских фабриках. Ее супруг переехал заработать на завод, и она с удовольствием работает у нас. Я тоже хотела сказать, наверняка она приехала с мужем, и получается, что... Да, и вот нам повезло, что такое есть, и она сейчас работает у нас и разрабатывает лекала. Как много вы производите, какая у вас ценовая идет политика, и что говорят вообще ваши покупательницы? Возвращаются ли они к вам? Какую вы тенденцию замечаете? Подстраиваетесь ли под вкус покупательницы, или только ориентируетесь на свое видение? У нас одежда такая больше лаконичного стиля, да. Много в магазинах, много принтов различных. У нас практически вся одежда однотонная. Единственное, вот на этот сезон у нас есть леопардовые принты, они в тренде. И вот все пальто уже разобрали, осталось только одно. Все леопардовые пальто разобрали, еще остались платья. В основном это лаконичные модели. Покупатели у нас многие постоянные. То есть те, кто к нам уже пришел, они возвращаются снова и снова и снова, они прям следят за новинками, они приходят, о, у вас появились боди, мы бежим к вам за боди в новое платье, мы пришли, ну, как бы, и они постоянно приходят одни и те же. Отзывы какие? Ну, раз приходят, то, наверное, нравится, да? Ну, да, я думаю, как бы... Какие-то неожиданности у вас были? Мне кажется, всегда, когда открываешь вот такое производство, любое совершенно абсолютно, случается, что тебя подводят поставщики. Если это, допустим, украшения 100% подсунут, какую-то плохую, может быть, фурнитуру, были ли так, что, ну, скажем, ткань не та приходила? Или ведь нитки и, опять же, фурнитура, да, это пуговички и все остальное, это же все закупается отдельно? Ну, нет, таких проблем нет, это все решается, как бы, нет, с таким мы не сталкивались. Вот вам повезло наверняка. Да, нам повезло, да. Планируете ли вы расширяться? Расширяться? Мы сначала планируем расширять рынок продаж, сейчас мы планируем расширять рынок продаж. Каким образом? Ну, то есть сначала мы открыли офлайн-точку, да, сразу параллельно мы продвигали в социальных сетях, потом запустили сайт. Да, мы хотим еще несколько маркетов, маркетплейсов взять, да, ну и сейчас мы прорабатываем вопрос. В Благовещенске у нас есть точка, где можно прийти примерить, и в ближайшее время она у нас была, потом прикрылась, сейчас мы снова открываем. Такой получше вариант подыскали, и сейчас мы смотрим, у нас есть наша покупательница в Москве, хочет открыть там нашу точку. Вот как здорово, то есть это уже почти франшиза получается. Практически, да, но вообще, как бы, географии покупателей, мы говорим, да, что мы находимся в свободном, но у нас покупатели Благовещенск, Москва, Уссурийск, Владивосток, Краснодар, как бы, девушки отовсюду покупают. Производство больше, может быть, швей больше производить планируете? Пока нет столько кадров, чтобы расширять производство, прям нам идти в массовый поток, вообще нужно рассматривать, если у нас все хорошо будет получаться, то да, скорее всего, нужно будет, там же раньше было в училище, раньше готовили швей, сейчас этот факультет закрыт. Но вот, может быть, стоит договориться. Светлана, я искренне, во-первых, уверена в том, что у вас все получится, потому что вы вселяете такую уверенность, и потому что я действительно видела ваши модели, думаю, что многим они понравятся. Но, во-вторых, я вам желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы у вас покупали, и покупали наше, российское, и мы бы доказали, и доказываем, что совсем не обязательно покупать что-то итальянское, французское, когда есть наше, российское. Спасибо вам большое, у нас сегодня в программе была в гостях Светлана Иост, основатель швейного производства своего магазина одежды, ну, а я, Надежда Пархунова, прощаюсь с вами, смотрите нас еще в центре внимания, до свидания.